Всем привет. Меня зовут Тоня. За камерой Маша. Сейчас мы находимся в мастерской швейного кооператива РСЮ, который мы с Машей основали в августе 2016 года. В нашей мастерской мы шьем на заказ разные вещи, перешиваем, переделываем, шьем свои авторские изделия. Сейчас мы бы хотели сделать для вас небольшую экскурсию по нашей мастерской. Предлагаю поменяться местами, Маша проведет экскурсию. Начну я с нашего логотипа. РСЮ значит, что главной нашей идеей является идея перешивки, идея вторичного использования материалов, вещей для производства чего-то нового, полезного, чтобы снижать уровень потребления, который является проблемой в современном мире. наше главное отношение. Платок, выполненный авторством Тони Мельник. Мой, мой. Специально для одной из выставок, где участвовала Тони. И это целая серия платков, где используется визуальный материал с реальных протестных акций. И рисунки и лозунги переносятся на одежду и могут используются как эстетически, так и вау. Ты посмотри. Ладно, все, она убежала. Там собака к нам рвалась. Нету собаки. Нет собаки. Вернемся к платку. Очень смешно. Да, она просто решила поучаствовать. Вернемся к платку, да. И это предмет одежды, который моментально может стать и... Как сказать? Плакатом. Плакатом, да. Я хотела сказать атрибутом протеста. Да. Наша рабочая просканца состоит из трех столов. Два из них мы используем как места для выкраивания и утюжки. На одном столе у нас оборудование. Можно сказать, это из материальной базы Тони Мельник. Когда-то ей куплено оборудование. Машинка Женоме. Может, дайте снять ее ближе. Вот она какая. Да. Надо сказать, что мы любим свои машинки. Относимся к ним очень трепетно. Любим на них наклеивать всякие нам симпатичные стикеры. Да. И наше верлок Женоме. Тоже такой замечательный. Покажи стикер. Машинка Велес. А, да. Машинка Велес. Это просто машинка зверя. Наши недавние приобретения. Мы, кстати, еще ее ничем не обклеили. И мы с ней еще так учимся. Это промышленная машинка. Она гораздо мощнее, чем бытовые. Рассчитана на массовое производство. Вот. И мне она очень нравится. Это была наша мечта привести ее. Да. Мечта, которая осуществилась. Также наше пространство рабочее состоит из стеллажей, которые забиты рабочими материалами. Так, стеллаж один. Он забит тканями, деталями кроя, то, что актуально мы сейчас над чем работаем. Всякими недоделками. Забито недоделками подоконник или рабочими моментами. Вот это выкройки на стенах висят. Лекала, да. Выкройки, лекала. Полочка с ниточками, иголочками. Еще один стеллаж, в котором есть полочки с тоже рабочими вещами, которые сейчас актуальны. А также в одном отделении висят наши вещи. Сейчас покажу авторские вещи. Тони Мельник из коллекции. Революция эта модно. Такая жилеточка с ручными принтами. Тоже лозунги из протестных акций со всего мира. Вот такое пальто унисекс, которое будет прекрасно смотреться и на мужчине, и на женщине. С подкладкой, с принтами. А также на небинарном человеке. Да, на самом деле. И сейчас я покажу что-нибудь еще. А, покажу свой костюмчик. Костюм перешитый из сары. В нем такие штаны Аладдины и жилетка с сырнокровенным капюшоном. Очень оригинальный и очень своеобразный. Еще не нашла своего хозяина, хозяйку. Заказы. Заказы. Сейчас один из основных наших заказов. Это третья партия сумок для фонда Роза Лексембург в Украине. Собственно, это Роза Лексембург. Рисунок авторства Толика Белова. На сумке он сделан методом шелкотреферета. Мы и заказывали этот. К сожалению, мы еще не умеем делать шелкотреферет. Может, в дальнейшем научимся. И мы это только шьем. Но зато это усовершенственное войско. Во-первых, она крепкая. Во-вторых, она шита из старых скотертей. Простыней и так далее. Да, это вот кто-то не спрятал ниточку. Но мы спрячем. А еще усовершенствована тем, что в обосечке есть дополнительный карман. Так, чтобы полезные вещи не терялись, а были в нем. Вот такой кармашек. Можно ключи, телефон, кошелек положить сюда. А на этом кармашке написана информация про нас. С нашим логотипчиком. Блин, не могу его достать. Тяжеловато. Вот так, да? Да. Вот. Короче, этот карман является очень полезным. И уже люди, которые использовали авоськи, хвалили их. Вот. И мы шьем последние 60 штук. Подушки на стулья. Подушки на стильцы. Это второй такой интересный заказик от офиса Грозы Люксембург. У них чудесные диорианы из стильцы, но твердые. Поэтому они заказали нам такие подушечки. Эти подушки будут шиться и вот шьются из старой джинсы. Старые джинсы. Вот. Которые уже не носятся, уже надоели, либо расползаются по швам. Но ткань все равно крепкая и можно шить такие подушки. Вот. Внутри синтепон. Да. Чтобы было мягко и тепло сидеть на них. Вот. Но это мы чуть после сумок сошьем. Что мы сейчас еще шьем? Еще сейчас шьем для Саши такой а-ля цыганский костюм из юбки полсолнца и кофты. Вот. Юбку я вчера уже начала переделывать с примерки. Но вот она будет вот такая гигантская, такая совершенно большая-большая, да. Чтоб можно было... Чтоб можно было просто... Кружиться в ней. Кружиться в ней. Вот. Покажи костюм. Ну, он тоже еще не доделанный, но мы ждем Олю на примерку. Да. Вот такой костюм. Чтобы продолжить... Надо сказать, что это такой будет мужской крой. Это пиджак. Да, это пиджак. То есть, как бы... Это такой специальный заказ. Ведь иногда хочется носить костюмы, которые были бы... Ну, это очень сложно найти мужской костюм, шитый для женской фигуры. Практически невозможно. И это только на заказ. И вот такие брюки. И мы очень радуемся таким нестандартным заказом, расширяющим границы понимания, как должна выглядеть мужчина или женщина. Или вообще человек. Человек. Да. Вебинарные люди. Вот это два манекена. Они нам помогают в нашей работе. Вот. На одном из них также разработанная футболка. Вот. Она черного цвета и может сливаться. Да. Ну, видно, я думаю. Чуть-чуть. У нас есть обеденный стол с плиточкой, чайничком, посудкой. Здесь мы обедаем, иногда ужинаем, перекусываем. Пьем чай. К нам заходят гости. Знакомые. Вот. Вот. Можно еще показать кладовку на закуску. Вот эта дверь ведет в кладовку. Да. Это стеллаж, сделанный Тони и Мишей из старой кровати. Все это тоже ресайфинг. Стали мебели на что-то новое и полезное. Переделывание. Да. Это пространство, где хранятся музыкальные инструменты. Киевского самбо-бенда. Ну, и также какие-то наши вещи. В основном для быта. Всякие для ремонта вещи. Вот на том стеллаже. Вот. Веник. Такое вот. Всякое. Так же мы собираем второе сырье и, надеюсь, скоро его отнесем на переработку. Отнесем. Вот это я тоже сделала самостоятельно. Вот эту вешалку для одежды уличной. Должна сказать, что вообще аэмонт мы делали самостоятельно. Красили стены, делали стеллажи, красили мебель. Можно показать. А вот это новогодний апсайклинг, который мы решили не снимать пока еще. Он нам просто очень нравится.